Друзья, всем большой привет! Привет! Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, потому что у меня сейчас за окном льет дождь, лето, как-никак, и сегодня я пью очень вкусный чай, который уже перезаварился, потому что я так долго искала место в своем доме, где нормальный свет, потому что очень темно, даже пахнет как-то очень крепко. В общем, это у нас чай с ромашкой и зеленый чай в перемешку. Короче, накидала все, что можно туда. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами будем разговаривать и обсуждать такую тему, как написание стихов, поэзию и все, что с этим связано. Поэтому, если вы когда-то хотели писать стихи, или по сей день хотите, или вы уже пишете стихи, то, наверное, вам будет интересно послушать мою какую-то историю, мое мнение на этот счет. В конце я обязательно поделюсь какими-то своими советами для начинающих писателей-поэтов. Вы не обязаны им следовать абсолютно, но оборачиваясь назад, мне кажется, что если бы мне посоветовал это кто-то другой, то, наверное, мне было бы гораздо проще как-то ориентироваться во всем этом. Я во многих видео рассказывала, что писательство — это мое самое любимое занятие в жизни, это мое любимое хобби, дело моей жизни. И пишу я в целом не только поэзию, а вообще примерно с 12, наверное, лет, когда моя мама впервые подарила мне мой первый ежедневник. Такой, в кожаной обложке, закладочкой, в общем, у меня очень приятные воспоминания этот мак. Первое, что я начала писать, это были именно стихи, это была не проза. И понятное дело, что я по сей день, я не пользуюсь никакими традиционными правилами написания стихов. Я не пользуюсь стихотворными размерами, но попозже я еще этого коснусь. Написание стихов, в принципе, давалось мне очень легко. Наверное, в первую очередь по той причине, что вот этот подростковый период, он, в принципе, как-то имеет благодатную почву для какого-то творчества. Я думаю, не буду останавливаться на этой теме. Подростковый возраст этим все сказано. Там не нужно идти далеко за вдохновением, чтобы поймать его за хвост. Вот таким листом белой бумаги, на который выливалась просто вся моя трудная жизнь в то время. Реально трудная, друзья, потому что я считаю, что подросток — это, наверное, самый несчастный человек, грубо говоря. Потому что он сталкивается с взрослым миром и понимает, что не все так радужно. Ну, по крайней мере, я была таким подростком. Стихи, да, стихи — это то, что мне очень сильно нравилось. И моя мама читала мои стихи, многие мои друзья, мои родственники, моя сестра. И они им нравились, реально нравились. Хотя это было все написано такой, ну, относительно детской рукой, просто потому что было такое вдохновение. Я старалась соблюдать рифму, это да. Я старалась так, чтобы вот ты читаешь стих, и вот он как вот по маслу идет, да. Вот сложно это объяснить, бывает такой легкий стих, и читается легко. А есть Маяковский, которому нужно иметь собственный такой подход особый. И если говорить о моем мнении вообще по поводу стихов, то как бы сейчас это страшно ни прозвучало, я небольшой поклонник поэзии, в принципе, еще со школы. Я очень уважаю русских и других классиков. Действительно, я считаю, что это были очень талантливые люди, безусловно, с очень интересными биографиями, историями из жизни. И у меня действительно к ним есть уважение. И некоторые стихи мне их нравятся. Там тот же Пушкин, тот же Есенин, Лермонтов. Это действительно были гении своего дела. Но я, к сожалению, не очень люблю читать их стихи. Не знаю почему. Может быть, потому что я человек из другого поколения. Может быть, они мне не близки по какому-то, не знаю, духовному настрою. Ну, бывает такое, что ты вот читаешь что-то, вроде все хорошо. Хорошо, но тебе не подходит. И не потому, что человек там плохой или плохо пишет. Просто вы не нашли друг друга. Если говорить о каких-то русских классиках, то максимум, максимум это Лермонтов, потому что у него такое мировоззрение, похожее на мое. И некоторые стихи Есенина, некоторые, не все. Да и вообще, получается, друзья, если вот так быть совсем честными с собой, что мы выбираем писателей, мы выбираем поэтов по себе. То есть, если человек затрагивает в своих произведениях что-то близкое и вам, то он же априори может вам понравиться. Ну и, собственно, он может найти какой-то выход из этой для вас ситуации, либо подсказать вам, либо просто поплачет вместе с вами. То есть, все очень просто. Я очень люблю современных писателей, современных поэтов, молодых поэтов. Кстати говоря, очень действительно талантливые, друзья. Вот если вам захочется, просто напишите мне в комментарии или в личку, я скину вам интересных ребят, которые реально очень талантливые. Они очень классно пишут. Другое дело, что сейчас поэзия не то чтобы не в моде, она сейчас непопулярна и как-то непродавабельна, она не имеет каких-то коммерческих направлений. То есть, сложно поэту зарабатывать деньги на своем ремесле. Поэтому это сейчас становится, знаете, как художник. Бедный и голодный художник, он делает все ради дела. Поэтому те поэты, которые молодые сейчас, и которые отдают себя полностью этому ремеслу, я просто восхищаюсь ими. И мне очень нравится читать именно таких ребят. И вот, знаете, вот в них есть какая-то изюминка, в них есть что-то такое свое. Быть может, они там абсолютно не соблюдают никаких размеров, никакой даже рифмы бывает нет. Потому что ты читаешь, и у тебя просто мурашки по телу бегают. Я считаю, что это талант. И по большей части стихи — это эмоции, заключенные в слово. И я считаю, что это, знаете, как в макияже. Как бы сейчас странно ни прозвучало, но здесь нет никаких правил. В поэзии правил нет, на мой, сугубо мой личный взгляд. Можете со мной поспорить. Но мне так кажется, если у вас бегут мурашки от произведения, то это здорово. Если поэзия трагивает какие-то струны в вашей душе, это прекрасно. Поэтому мне нравятся именно такие поэты. Либо те, которые как-то чем-то похожи вот на мой стиль. Мне как-то приятно там своего протона читать. Говорим непосредственно о том, как начать писать стихи. У вас, допустим, есть очень большое желание. Вы что-то пытаетесь, но, допустим, у вас не получается. Просто давайте я порассуждаю на эту тему, чтобы я могла посоветовать себе самой. Поэзия — это как любое занятие в жизни. Это как любое хобби. Не знаю, вышивание, какой-то спорт. Нужны постоянные тренировки. Если тренировок не будет, то, собственно, инструмент может заржаветь. Поэтому те люди, которые говорят, что писательство и поэзия для рисования — это талант Бога, нужно с этим родиться, я с этим не согласна. Я более уверена, я более чем уверена, что важна поддержка какая-то со стороны ваших родственников, например, вера в ваших друзей. Это действительно имеет значение. Даже если у вас что-то не получается, и вы сами себя просто ненавидите в этот момент, но когда какой-то друг скажет вам, что ты слабся, у тебя все классно, ты будешь крутым писателем, у вас могут просто вырасти крылья, и вы превзойдете самих себя. Это очень важно, на мой взгляд. И это упорный-упорный труд. Все. На мой взгляд, это две такие составляющие, которые могут вам помочь, если вы считаете, что у вас нет никакого таланта. У меня тоже, например, нет никакого таланта. Друзья, серьезно. Мне повезло, что моя мама с детства прививала мне любовь к чтению. Я начала читать в пять лет, я засыпала просто в темноте с книгами, я посадила себе зрение до похода в школу, до первого класса, у меня уже было около минус двух. Это были ужасные проблемы, мама со мной боролась как могла, но она сама виновата. Друзья, она приучила меня реально к чтению, к любви к чтению. Я обожала читать, я по сей день очень люблю читать. Я глотала книги просто как булочки. Когда я пошла в школу, у меня выработалась эта врожденная грамотность. Я никогда не учила русский язык, я никогда не учила правил. Я вообще не занималась русскими, не готовилась к ЕГЭ по русскому языку. Потому что у меня была врожденная грамота. Я знала, как писать. И многие преподы говорили мне, ну как так, ты вообще ничего не знаешь. Как, вот объясни, почему ты написала так, а не иначе. Потом, почему здесь ставится запятая. А я не могла объяснить, потому что я не знала правила, но я интуитивно делала правильно. Поэтому первое, самое главное, наверное, все-таки это читать книги. И чем больше, тем лучше. Это действительно очень сильно работает. Это, вы знаете, такой фундамент, база, на которой все изжидится. И если вы испытываете какие-то трудности в написании своего какого-то детища, просто обращайтесь к другим писателям, к классикам тем же, к художественной литературе. Это лучший учебник, это просто лучшее пособие для всего, друзья. Чай однозначно перезаварился. Ужас. Второе, друзья. Наверное, многие скажут сейчас, а как можно вообще писать без вдохновения? Вот нет у тебя вдохновения, и что? И как ты будешь сидеть и тужиться, и рожать? Друзья, поэтому сложно без вдохновения. Я, например, никогда не сяду и писать стихи, если у меня нет какой-то идеи, какой-то мысли. Бывает, что вдохновения нет, но у тебя есть какая-то идея, которую ты хочешь вложить именно в этот формат. Ну, тогда на помощь может прийти музыка, погода, чашка кофе. Ты как-то, знаешь, искусственным таким путем подогреваешь свое вдохновение. Это помогает. Но если нет ни идеи, ни вдохновения, вот это уже сложнее. Бай, что приходит в жизни какая-то ситуация, ну, чаще всего негативная, да, писатели, ну, большие такие черные меланхолики. И все. И рука просто сама тянется. Но, друзья, многие писатели испытывают трудность в том, что есть вдохновение, есть идея, но у тебя не получается сделать из этого красивое стихотворение. Это перестать грызть себя, перестать комплексовать, перестать называть себя неудачником, бездарем и так далее. Потому что каждый из нас человек, он талантлив. Было бы желание. Но не нужно ни в коем случае себя за это ругать. Очень шикарный выход. У нас есть интернет. Если вы зайдете в интернет, вы просто почитайте стихи других людей. Почитайте стихи ребят, которые пишут примерно в вашем стиле и в том жанре, в котором вам бы хотелось писать. Это может вас вдохновить очень здорово. Второе. Если вы испытываете проблемы с рифмой. Есть такой интересный сайт, который так и называется. Рифмы к словам. Просто зайдите, посмотрите. Там к одному слову приводится огромное количество разных рифм. Ну, если уж совсем, да, припекло, как говорится. Я тоже этим сервисом пользовалась, друзья. Я не скрываю этого. Поэт может постоянно прокачивать свои навыки тем, что читает советы других писателей и других поэтов. Это очень ценная информация, друзья. Чаще всего то, что вы там прочитаете, это очень-очень ценно, друзья. Я знаю, что стихотворные размеры, в принципе, это довольно сложная хрень. И по секрету вам скажу, что большинство писателей не пользуются ими. Это правда. Не знаю, наверное, 95% поэтов не пользуются стихотворными размерами. Я вам уже говорила, что в свое время я пыталась провести эксперимент. Я написала несколько стихотворений, используя именно вот эти размеры. Я перечитала их. И вроде, знаете, смотрятся хорошо, неплохо. Но такое чувство, будто это писала не я. Как будто я слезала у кого-то. Как будто я, не знаю, совершила ужасный акт плагиата. То есть, друзья, одно дело прокачивать свои навыки, а другое дело терять собственную индивидуальность. Также, меня до мурашек просто трогают стихи, которые написаны практически без рифма. То есть, вы знаете, такие стихи, которые идут как проза, но у них есть какой-то вот ритм. Очень трогающий, просто заживую. Не знаю, я даже словами, друзья, не могу описать. Знаете, как говорить о музыке, да? Ну, невозможно описать. Писать прозы стихи вполне возможно. И это очень красиво, это очень внушающе, скажем так, смотрится. Поэтому обратите внимание на этот стиль. Поэтому, если вы начинающий писатель, пробуйте писать просто вот в таком вот стиле. Это очень интересно. Вы абсолютно не ограничены в каких-то писательных средствах. Вы можете вставлять абсолютно любые слова, как вот душа идет, друзья. Вот просто вы отсадитесь и пишите, ну, допустим, в столбик, да, по четверостишим или по восьмистишим, как вам удобно, как вам хочется. И просто пишите любые экспрессивные методы, любую окраску, прям вот все, что вам нравится, любые метафоры приводите без рифа. И просто посмотрите, что получилось. Если у вас бегут мурашки по спине, то вы делаете все правильно, друзья. А вообще, как я люблю повторять, в поэзии нет правил, абсолютно нет правил. Потому что на каждого поэта, я считаю, который пишет искренне, который пишет от души, на каждого поэта, на каждого писателя найдется своя аудитория. Дело только в том, что люди чувствуют фальшь, чувствуют неискренность. Поэтому нужно в первую очередь быть честными перед самим собой и писать так, как просит реально ваша душа. По-моему, это вообще идеальный секрет успеха. Также я хотела бы сказать, что поэзия поможет вам в первую очередь в душевном, психологическом плане. Это, знаете, такая эмоциональная разгрузка, которая необходима каждому человеку. И пусть эти стихи даже никто не увидит. Но если вы будете писать это для себя, писать честно, писать с открытой душой, то вам станет гораздо лучше. Потому что в свое время, в мои 16 лет, моя поэзия, кстати, я ее не выкладывала никуда. Она у меня где-то хранится в старых ежедневниках. Я не считаю нужным это выкладывать. Потому что это, вы знаете, такие темные мысли, вот та невысказанная печаль, которая терзала меня очень долгое время. И вот этот сам факт, что я взяла это на бумагу, это помогло мне очень сильно освободиться и как-то даже очиститься, я бы сказала. Поэтому неплохая психотерапия. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вам было интересно послушать мою маленькую историю. Если вы хотите писать стихи, пробуйте. Нет, ничего невозможного. Писательство — это как любое другое дело, или как любое другое ремесло. Практика, и еще раз практика, и большое желание. И у вас все обязательно получится. До встречи в следующих видео. Будьте счастливы, любите друг друга. Пока-пока.